МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наличие воли, волевых качеств, наверное, самое необходимое, чем должен обладать современный человек, если он хочет добиться успеха в жизни. Здравствуйте! С вами программа «Путь войн» в студии Михаил Бескачев. Волевая подготовка является одним из важнейших моментов в занятиях спортом и физической культурой. Существует расхожее мнение, что спорт – это модель жизни. И это, безусловно, так. Ведь качества, приобретенные человеком на беговой дорожке, скалодроме, морсовском ковре, ринге, любом другом спортивном сооружении, с окончанием спортивной карьеры не теряются. Они неотрывно следуют за своим обладателем всю его дальнейшую жизнь. Помогают ему постигать и преодолевать, создают невидимую, но вполне ощутимую самим человеком жизненную опору. Итак, развитию спортивно-волевых бойцовских качеств посвящена эта программа. Каждый человек обладает большими потенциальными возможностями, которые не проявляются в обычных условиях. Для их раскрытия нужен мощный эмоциональный подъем, значительно усиливающий работоспособность центральной нервной системы. Такой подъем и должна создавать правильно организованная психологическая подготовка, в которой особое место занимает подготовка морально-волевая. Волевая подготовка является одним из важнейших моментов в занятиях спортом и физической культуре. Особое значение в процессе тренировок нужно уделять развитию спортивно-волевых качеств ученика и спортсмена, так как любые спортивные достижения – это в первую очередь результат усилия воли. Это решающее, это главное, это главное для любой победы, не только в спорте, но и в жизни. Сила, духа, бойцовские качества, они нужны. Заблуждение, когда говорят, что бойцовские качества нужны только лишь для драки, для спортивных сочезаний, но им нужны и жизни. Если ты боец в тантуре, значит, получав большие возможности и много достичь. А без этих волевых бойцовских качеств никогда чемпионом не станешь. Очень много примеров и в моей практике, да и вообще у нас есть такое понятие, что чемпион по тренировкам. На тренировках творить чудеса, а на соревнованиях нет. То есть они боятся старта, волнуются, сжигают себя сами. А есть спортсмены, которые жаждут схватки. Они свои лучшие результаты показывают на соревнованиях. Чем выше уровень соревнований, тем выше у них результат. Вот это очень ценно. Бойцовские качества, конечно, основная воля – это поднять себя с дивана и заставить что-то делать. Это самое главное. Потому что сейчас дети, большинство детей сидят за компьютерами и живут в виртуальном мире. Для них это сейчас важнее. И они зачастую, вот самому ребенку оторваться от компьютера и пойти что-то делать, более физически сложное, побороться над собой, попотеть, поработать над собой. Очень сложно. Ну, вообще, весь тренировочный процесс, я считаю, в любом виде спорта направлен на воспитание этих самых качеств. То есть волевые бойцовские качества в любом виде, в любых соревнованиях, кто бы что ни говорил, тренируясь в зале, человек, даже тем, что он пришел в зал, он уже перешагнул через себя. То есть он уже сделал какое-то волевое усилие. Потому что не так просто, особенно боевые искусства. И соперник вас уже на бедро закинул. Вы не можете его обойти уже. Не можете его. Ну, упустили, сбежали. Что надо делать? Надо его зацепить ногой и наполнить хвостом. Совершенно верно. Все. У вас есть два, две возможности. Если вы не так резко, так быстрее, если вы не сумели поймать его движение, то он может другим какое-то прививание сделать. Я за все свои 35 лет еще ни одного ребенка не принял, который пришел без родителей. И прошу, чтобы родители пришли еще и бабушке, и дедушке. Я один из самых главных вопросов, которые я всегда задаю. Какой он был маленький. Добивался он своего или требовал, настойчив был, упор был или нет. Я, конечно, комментарии свои никому не говорю. Это для меня. Я уже теперь знаю, как с ним работать. Если он слабоватый, значит, развивать нужно у него эти качества, другие, большинство качественных характеров. А если он с сильным характером родился, ему нужен уже другой подход. Нужны другие моменты. Нужно уже работать над числыми профессиональными моментами. И он гораздо быстрее добьется результатов и больших результатов. С каждым разом, когда вы что-то не сделали, что нужно, вы себе добавляете неуверенность. Вы себе... У вас в душе происходит несомнение. А вдруг получится, вдруг и получится. Когда четко вы знаете, что-то, то, 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 вы уже... И у вас настрой совершенно другой. Вспомните, задача любого тренера, любого воспитанника, любого вида спорта, это первая, самая главная задача, чтобы тех, кто хочет достичь чего-то в спорте, это выполнить задания тренера. От 200%. Прежде всего, наши виды спорта – это победа над собой. В любом виде спорта сначала ты над своей ленью, над жалением себя, над чем-то еще, ты сначала побеждаешь это. И после этого уже ты определяешься с теми целями, которые надо. Если это альпинизм, восхождение на горы, если это скалолазы, не участие в соревнованиях, в прохождении маршрутов, определенная сложность. Но прежде всего, чем хороши эти виды спорта, здесь у тебя нет как такового конкурента, кроме тебя самого. Самый главный твой противник – твоя лень, с которой надо побороться. Идем в нижний тралис. Пожалуйста, напоминаю, ты на ногах. Тем, кто давно лазит, вам средних зацепок нет. Стараемся брать их. А значит, вот эти можно завтра? Это нельзя. Это нельзя. Это для детей было сделано. Это нельзя. Это нельзя. Первичное, я считаю, в легкой атлетике – желание. Если у человека есть желание, потом уже в процессе тренировок приходит вкус к тренировкам, к соревнованиям, дисциплина, самодисциплина. Дальше он со временем уже научается, что ли, сам себя контролировать, сам анализировать себя, потому что тренер внутрь в душу не залезет. Общаемся, подсказываем, но вот уже это высшее мастерство. Я уже как консультант-советник, что ли, потому что они уже лучше себя чувствуют, чем я. Любые боевые искусства. Человек идет в зал, то есть подсознательно он представляет, что он сейчас придет в зал, его будут бить. И это очень страшно. Особенно на первых парах, то есть когда человек не знает, что с ним будет происходить, то есть он идет, он всегда боится, ну всегда страшно. Кто бы мне ни говорил, что это легко, легкого ничего не бывает. Человек должен сам себя заставить перешагнуть через себя, сделать моральный подвиг. В атаке одиночный удар, двойка, либо три удары. В защите ответный удар, либо встречный удар. В этой же парах, кто готовится. Те же, кто перешагнул через это, те, кто принял эту боль, переступил через себя, тот победил, во-первых, внутреннее свое безволие, воспитал себя как бойца. Ну и это не все могут с этим справиться. Весь тренировочный процесс должен предусматривать воспитание моральных и волевых качеств, а также психологическую подготовку. Спортсмену-ученику необходимо обладать сильным характером и твердой волей вести здоровый образ жизни. В процессе воспитания волевых качеств основную роль играет преодоление постепенно возрастающих трудностей в тренировочных занятиях и соревнованиях. Это заставляет проявлять настойчивость, упорство, целеустремленность, волю к победе. Создает уверенность в своих силах. Однако, каждый ли человек обладает от природы этими самыми бойцовскими качествами? Я глубоко уверен, что все мы рождаемся с определенными качествами. Правда, Бог дал всем по-разному этих качеств, в том числе и волевых бойцовских качеств. По-разному дал. Одного много, другого мало. Плюс еще к тому наши социальные условия, наш перекос воспитаний, когда мы оберегаем свое чадо, решаем за него все свои проблемы, все говорим нельзя. Хорошо, если еще человек родился с большими бойцовскими качествами, так их назовем, то они мало повлияют. А если слабенький человек родился, то вот эти социальные запреты, которые сплошь и рядом начинают буквально с первых шагов ребенка идут, то они наложат такое сильно печатают, что ребенок станет вообще аморфный, никуда не пригодным человеком. Порядок его 10. Первое, самое главное правило для тех, кто проводит кондоприем, это создать ситуацию, чтобы соперник клюнул на нее и пошел на прием, чтобы соперник пошел на прием, а ты уже проводишь кондоприем. Значит, ты встань так, не упирайся, а встань так, чтобы соперник начал тебе прием. Если ты будешь упираться, соперник не будет тебе приема делать. Ну, просто понятно, люди все разные, у кого-то это есть изначально, я не знаю, генно как-то заложено. Скажем, родители были спортсмены, и он привык преодолевать что-то, ходил с родителями в походы, что-то еще. Кому-то приходится это все воспитывать с нуля практически. Не секрет, что сейчас многие дети толстенькие, очень много толстеньких детей. И от того, вот даже когда приходит ребенок с лишним весом и начинает активно работать, смотришь, насколько он нацелен на какое-то движение вперед. Соответственно, тут выстраиваешь все под то, чтобы он смог комфортно сначала, первоначально себя чувствовал, а потом постепенно увеличивая нагрузку. Очень много ребят, которые остаются. Нет, не каждому. Они воспитываются, конечно, можно воспитать любого, но не каждый на это пойдет. То есть кто-то может заставить себя переступить через себя, через свою боль, через свой страх, через свою трусость, а кто-то не может. Боятся-то все. Я ни одного, ну если это нормальный человек, не знаю ни одного бойца, который бы не горел перед боем, перед соревнованием. Просто кто-то с этим страхом справляется лучше, кто-то хуже. Но так или иначе боятся все. И переступить через себя, вот это и есть задача вообще всех боевых искусств. Без разницы, пришел ты заниматься боксом или пришел ты в дзюдо, в джиу-джитсу. Везде в дзюдо бросают, там падать очень больно. В боксе по голове бьют. И это все больно, и это надо терпеть, да. То есть не каждый человек сможет с этим справиться. Конечно, если человек хочет, то есть если он старается, то воспитать волевые качества можно в каждом. Но не всегда это получается. Обычно одно эстетических качеств спортсмена преобладает над другим. Например, недостаточно сильный и ловкий борец нередко отличается большой выносливостью. Средневыносливый борец может удивлять своей исключительной быстротой и ловкостью. В меру быстрый и выносливый спортсмен может оказаться незаурядным силачом. Развитие физических качеств в определенной мере накладывает свой отпечаток на стиль и характер борьбы спортсмена, на его тактико-техническое мастерство. Однако, одним из основных условий успешных выступлений в различных видах спорта является развитие морально-волевых качеств. Спортсмен не сможет добиться успеха в тренировке и на соревнованиях, если он не имеет таких качеств, как настойчивость, смелость, выдержка, решительность, самостоятельность, инициативность. Высокое развитие этих качеств определяет силу воли. Только лишь сила духа, только лишь сила духа, только лишь сила духа. Побеждает тот в любом социзании, тем более в нашем боевом искусстве, там бы тоже было искусство. Побежает только тот, кто зовется последним, зовется последним. И исходя из этого, сила духа выходит вообще на первое место. «Можно обладать силой одной души, можно обладать там какой-нибудь резкостью, скоростью, реакцией, обладать крутостью, и прочее, прочее, но если ты не обладаешь психологического бедности, если ты не умеешь на столик на схватку, ты выйдешь на схватку, тебе войдет страх, и все на свете забудешь». «Четыре балла в аркуте есть позже». «Ну, это все вкупе, конечно. То есть, конечно, если в спортсмене сочетаются все качества, то это идеальный боец, то есть идеальный спортсмен. То есть, если он сильный, выносливый, функциональный, скоростной, волевой, ну, конечно, если все это в одном спортсмене есть, то это, конечно, ну, так не бывает. Вообще, выигрывают, как правило, не сильнейшие, выигрывают хитрейшие. То есть, кто хитрее, кто кого обманет. То есть, любой поединок, это шахмат, кто кого обыграет. Здесь, конечно, да, где-то все противники разные. С кем-то надо порубиться, кого-то надо обмануть, с кем-то на проявить вот именно эти волевые качества. «Первый номер против двух работает». «Переджел»? «Переджел». 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 «Кто-то темповик, кто-то техничный, кто-то на полутер». «Все разные, сами по себе люди». «Конечно, если человек духовитый, если у него есть внутри такой хороший стержень, то, конечно, он побеждает всех». «Переджел». 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 «Человеку все должно быть гармонично. И тело, и душа. Поэтому тут сказать, что техника первичная нельзя, потому что техника нарабатывается дольше, чем физическое состояние». «Танцуй, меняй ногу. Все, встали. 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 Не торопись сейчас, завершаешь ей. Не торопись. А. «Такой же он, но кто-то не крашен. Так, танцуй. Меняй ногу. Все. Нельзя. Опускаешься, видишь, рукава управляется, зеленая. Встали. Хоп! Все. Стоим-саим. Поэтому, я думаю, это, наверное, духовно и важнее. «Что считать духовным и качеством? Именно на целенность желаний у них. Наверное, это все-таки духовность. Потому что желание – это самое главное. Я говорю, приходят детишки иногда зачастую вообще никакие в физическом плане. Но от того, что большое желание, у них лучше движение вперед идет. И тренируются чаще, и приходят регулярно. Меньше пропускают. Шагай по каждому. Можно к каждому. Ой, я прошу только по каждому. Молодец. Если он пришел, если есть желание, то технику – это дело наживное. Это работа тренера – научить поставить правильную технику. Волевые, я уже говорил, что без них никуда. Но они тоже воспитываются в процессе жестких стрессовых тренировок. И самое главное – в процессе соревнований. Внимание. Развитие воли бойцовских качеств зависит от качества педагогического процесса. Воспитание и связанность с ними сознательности занимающихся привычек, установившихся на ранних норм от работы спортсмена над собой. Основным условием, способствующим воспитанию воли, является мнение коллектива и тренера. Задача тренера при развитии морально-волевых качеств спортсмена состоит в том, чтобы обеспечить условия для их совершенствования, научить своего питомца правильно выбирать цели и оценивать свои действия. Поощрять правильные действия и поступки, обеспечить единое мнение коллектива секции и умение правильно оценивать действия членов коллектива. Все это должно быть заложено в едином учебно-тренировочном процессе. Я очень много внимания уделяю вот этому. Я считаю, что бороться или драться можно учить медведя. И в первую очередь я воспитываю им, что вот такие волевые качества. Каким путем? Первым путем бесед, обязательно. Путем психотренингов специальных, путем настроев специальных. Я люблю трудиться. Я с радостью занимаюсь в секции самбо. Я настойчивый. Я терпеливый. Я верю в свою мечту, борьбу с самбо. Я верю в своего тренера. Я верю в сильные тренировки. Тренировки и соревнования для меня всегда праздник. Я абсолютно уверен в себе, в своих силах, в своих возможностях. Я мгновенно встречаю на любые трудности. Мобилизация всех своих сил. У меня для этого есть и специально наработанные тексты за годы. Есть и специальная музыка для этого. Сейчас же техника такая, что она много позволяет сделать. И более быстрыми путями. У ребят есть настой. Они повторяют их в определенное время. И в результате этого у них записывается программа. У них в мозгу, в вашем компьютере записывается программа. То есть стирается программа слабенького человека. И записывается программа сильного человека. И в итоге проходят годы. Конечно, это процесс не дня, не недели. А пройденных лет. Но потом ребенка просто не узнают. Мальчики, 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 мальчики силы. Почему у вас страх борьбы? Почему страх бороться с сиденью с соперником? Да потому что ни одного действия я не видал, которое технически выполнено было бы правильно. Не видал. Не видал. А мы сейчас смоделировали с вами ситуацию, более немножко приближенную к реальной схватке. Я говорю, еще приближенную схватку к ситуации. И ваши действия. Вы столько допускаете ошибок при проведении приема, столько ошибок. Удивительно, как сейчас заперек падает. Но он падает, наверное, только потому, что он уже упал. Помните, ребята? Самый первый показатель. Правильно вы сделали прием или нет? Это не надо утренера спрашивать. Это вы можете сами определить. Вы провели прием, не затратив усилий. Вот соперник у вас стоял, и вдруг он лежит в небо не больно как. Два балла в осуществе не икона. Снул ногой сразу. Танцевал. Вот сюда. Вот, вот, вот. Смотри. Чем шире в углу стоят ноги, тем устойчивее положение. В техническом исполнении у нас есть постановка ног, рук, хваты определенные. То есть мы постепенно это наращиваем. Первоначально, как это ни странно может показаться, правильная работа ног. Правильная работа ног определяет все. Кажется, что скалолазание – это работа рук. Нет, в большей степени это работа ног. Правильное положение, шагание. Руки полупрямые. Руки полупрямые. Когда присаживаетесь, рука легче работает. Чем прямее руки, тем лучше. Надо поймать положение, что ноги работают. Понятно? Не на руках висеть, а стоять на ногах. Как только это поймаете, пойдет все. Пойдет лазерно. Умение терпеть, умение пересиливать усталость, умение биться до конца, как в любых боевых качествах. Так и тут усталость подкрадывается быстро, руки слабее. Соответственно, покерпеть в какой-то момент, сжать волю в холлак, чтобы пройти по этой или иной машине. Во-первых, это индивидуально. От каждого человека зависит. У кого-то это развито уже. Ребенок пришел, он уже зачастую готов, да, скажем, он может преодолеть, подтягиваться 10 раз. С этим одно. Если ребенок пришел совершенно никакой, потихонечку, помаленечку, постепенность, 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 где-то там по уговорам, где-то поощрением конфеткой, где-то еще что-то. Всякое. С детьми нельзя жестко. С детьми надо по-доброму, и тогда движение идет. Вверх гейм, поменял, танцевал, поставил ногу. Сильно встали, сильно встали до верхнего. На нас практикуется, допустим, прохождение сложного маршрута. Сложный маршрут, говоришь, вот ты проходишь, конфетка. И такие баталии за прохождение ради конфетки. У нас, можно сказать, все упражнения направлены на воспитание волевых качеств. То есть у нас любое упражнение – это человек просто попадая в зал, если он после первой тренировки не ушел, я так образно говорю, если он ходит заниматься, то он уже их воспитывает. Потом у нас постоянная работа в парах. Постоянно тебя бьют. Причем работа разная, там, работа по правилам бокса, борьба, работа по правилам рукопашного боя, смешанных единоборств. То есть тебя все время бросают, тебе все время наносят удар. Тебе все время приходится защищаться. Внимание там. В каждой тренировке первый номер находится в положении на коленях. Человек совершенно по-другому подходит к боли, к страху. Он через себя переступил. Ну и понятно, какое к нему отношение устроено. Я считаю, что любая тренировка, любое тяжелое упражнение, тем более работа в парах, тем более работа против двух человек, против трех человек, когда тебя сзади бьют, слева, справа, спереди, и ты должен так спокойно выйти из этой ситуации, я считаю, что каждая тренировка ведет к воспитанию волевых качеств. Николай Александрович, у меня сложилось впечатление, что воспитание бойцовских качеств – это психология, и больше происходит психологическими средствами. Так ли это? Не только. А бороться, а спарринговать и в борьбе, и в драке с сильными соперниками, а инициатива, а, допустим, чувство опасности. Чувство опасности, когда мы создаем множество упражнений, которые явно опасны. Допустим, прыжки через стул, прыжки через стул, когда ножки сверху. Ну, для кого-то это страх, для кого-то это нет. И вот, когда они вот это проходят, они не сразу, они не сразу прыгают, они так, постепенно, постепенно привыкают, постепенно они... Вот путем разных таких вот таких упражнений, разных упражнений, разных заданий. Есть множество заданий, когда ножа преодолела себя. И вот путем вот этого, не только, ну, одних разговоров психологии. Для отработки бокового удара мы используем отягощения разнообразных, то есть разных присутствований. Это гири тяжелые, тяжелые гантели, средние гантели и легкие гантели. Находясь в стойке, мы переносим вес тела с правой ноги на левую и толчком выкидываем гирю, выполняя бокового удара. Тяжелые силовые упражнения, так и есть тяжелые. Их тяжело выполнять. Когда у человека после тренировки болит все. Руки, ноги, пресс, шея, спина. Кто постоянно ходит, тренируется. Я вижу, как им тяжело, как им больно. Но они же не пропадают куда-то. Все, болит и пришел. Значит, это ему уже надо. Значит, он уже вышел на новый уровень своего развития. Значит, это уже другой человек. Владимир Викторович, для бега применимы такие понятия, как тактика и стратегия. Ах, как. Без этого никуда. Особенно, особенно средние бега, вот 800 метров, это считается самым интеллектуальной дисциплиной. Потому что надо не только быстро бежать, но четко контролировать своих соперников. Даже, как мы говорим, спиной, затылком видеть, где он вовремя перестроиться. Не упустить финишный рывок соперника, чтобы его подхватить. В вашей методике тренировок как заложено воспитание бойцовских качеств? Обязательно. Это на каждой тренировке, особенно на каждом соревновании. Без этого никуда. Потому что, я говорю, если тренировать ноги только, а не тренировать голову, то ничего не получится. Разными процессами общения, убеждения, анализа проведенных соревнований своих личных или соперников, или сильнейших спортсменов России, мира, примерами, самое главное, анализируя соревнования, как он там сам себя проявил. И он должен понимать, где он дал себе слабинку, где он характер проявил. Ребята, наше тело, наши кости, наши кости, наши мышцы имеют память. Понимаете? Имеют память. И если мы на тренировке будем неправильно действовать, если мы на тренировке будем вот так медленно делать, то ваши кости, мышцы не запомнят это, запомнят, а вся информация пойдет в мозг. И на соревнованиях вы не ждите, или в борьбе, вы не ждите, что вы сделаете быстрее. Никогда вы не сделаете быстрее. Вы сделаете так, как память у вас заложена. И поэтому сейчас, пусть в меньше раз, но вы сделаете быстро, взорвитесь. Тогда у вас это все, правильное движение заложится, отсюда вырастет и уверенность у вас. Я упор делаю на психологию. На психологию. Я упор делаю на разговоры. На настрой. Каждая тренировка у меня начинается обязательно с настроя. И заканчивается настроем. Ну и специальный настрой, который отработан уже за очень много лет. Кажется, слово «звижено». Я абсолютно уверен в себе, в своих силах, в своих возможностях. Я мгновенно встречаю на любые трудности, мобилизации всех своих сил. Я уважаю тренеров, товарищей, соперников. В любой ситуации за последние секунды работаю с предельно высокой активностью. Начали! Я их учу, как в той или иной ситуации поступать. Или в опасной ситуации, будь то на улице, будь то в школе, будь то на соревнованиях по борьбе. И они уже меня подробно узнают, что если ты на соревновании куда-то, он сразу первым делом, что делать на матче? Он сразу первым делом берется за пульс. И смотрит, какой он пульс. Если пульс находится в районе 120 ударов, значит, у тебя весь организм, не только твои мышцы, но и голова твоя готова к принятию мгновенного решения в любой условии ситуации. Если у тебя пульс ниже или выше, то это уже плохо. Значит, ты не используешь все, что заложено тобой. Значит, часть твоего организма не придет тебе на помощь. Или скоростная, или силовая, или тактическая часть, не придет тебе. И ты, как правило, проиграешь. Это мы успешно проводим соревнования. Для них у меня все умеют как разогнать пульс, как успокоить. И мы сразу начинаем разгонять пульс или наоборот. И, как правило, это понадобит хорошие результаты. Так, твои действия. Я беру захватное бедро. Беру захватное бедро. И? И подворачиваю. И стараешься пройти прием, да? Ну и готовишь его движениями, рывками, да? Столчками готовишь. Пань, твои действия. Я беру этот отверху, я беру тот же заплеск. И когда он подворачивается, постанавливаю его и я зашиваю. Хорошо. Когда я им показываю какое-то действие, или прием, или защиту, или, ну, любой технический отверх, я им показываю, я им обязательно объясняю с психологической точки зрения. Когда, как лучше это сделать, как, в каком состоянии, чтобы ты был. То есть, множество идет объяснений. И как я понял, когда ребенок понимает суть, смысл этого, понимает, он гораздо легче осваивает науку. А наука самбо, она тоже очень сложная наука. Отдача будет только через понимание самбо. А понимает самбо проходит через знание. Знание того, другого, третьего знания, технической стороны, психологической стороны, технической стороны, физической стороны и многие-многие другие стороны. Николай Александрович, что требуете от своих учеников в первую очередь? Какую перед ними ставите главную задачу? Ну, во-первых, цель у нас одна. Стать олимпийским чемпионом. Это одна громадная большая цель. Я так понимаю, еще в детстве я слышал фразу «просту солдат, который не счастлив генералам». И это совершенно верно. У них цель одна стать чемпионом. Чемпионом мира или чемпионом олимпиады, если бы сам был в олимпийских не так. А вот как не идти, вот эти шаги мы уже разбиваем. Сначала он станет чемпионом группы, потом района, потом города, турниры, области, все выше и выше и выше. И вот на этих шагах много этих шагов, много. И вот каждый вот это мы стараемся отслеживать и они постепенно стоят. Чтобы это добиться на каждом этапе, нужны кому-то больше определенные качества. Одни силовые, второму технические, третьему скоростнее, четвертому тактические задачи. И вот мы индивидуально решаем все эти задачки, Моя задача, то есть так как школа у нас городского боя ходят так скажем 80% ходят люди, которые уже не будут выступать на соревнованиях. Я им ставлю такую задачу, чтобы они примерно были готовы к ситуации, которая может сложиться у них в жизни. если у вас ситуация создается не с одним противником, а с двумя, самое главное не идти между ними, то есть не находиться в центре двух человек. То есть если ваши противники находятся вот в таком положении, нельзя заходить в центр сюда. Вы не реагируете ни на одного, ни на второго. при нанесении любого удара отсюда либо отсюда вы не сможете против них никак противостоять. Два человека они общаются между собой или что-то как-то там да, я подхожу мне нужно пройти, да, то есть я вытягиваю руку, определяю свою интимную зону и прошу пройти, то есть просто ребята, извините, можно пройду? Смотрите, в этом положении сейчас он меня уже никак не ударит. Попытка ударить любая, пробуй ударить. Именно жизненные ситуации рассматриваются и к этому их ведут. И все упражнения стараюсь сделать так, чтобы да, все единоборства они похожи. За исключением там частности прямой удар везде одинаковый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В тренировочном процессе мне важно желание, регулярность, самодисциплина, ну и желание трудиться. А в процессе соревнований это, конечно, характер. В первую очередь не бояться никого, пусть тебя боятся. Вот это я все этому учу. Бор, если в процессе тренировочном, то я занимаюсь средними длинными дистанциями. Поэтому изначально, сразу, без этого никуда, это базово, это ровное качество максимально развить за счет кроссов длительных, темповых, портлеков. А когда уже у человека, как мы говорим, сердечко раскачали, то уже можно и скорость поднимать, технику. Цели совместно определяются с ребенком. Во-первых, его желание тренироваться, если оно действительно ярко выражено. Просто есть дети амбициозные, которые хотят результата, выигрывать в соревнованиях, что-то еще. Тогда ему начинаешь объяснять, что для того, чтобы выиграть в этих соревнованиях, тебе там надо поработать над этим, чтобы в этих выходить больше, 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 больше. Получается такое, что, опять же, в каждом индивидуальном, если у человека нет амбиции, попадаются дети, которые совершенно инфантильны, и только на интересе, что это что-то необычное, его можно как-то раскачать, расшевелить. А ты молитвай, я не наступал. Наступал, давай. Существует расхожее мнение, что спорт – это модель жизни. И это, безусловно, так. Ведь качества, приобретенные человеком на беговой дорожке, в колодроме, в борцовском ковре, ринге, любом другом спортивном сооружении, с окончанием спортивной карьеры не теряются. Они неотрывно следуют со своим обладателем всю его дальнейшую гражданскую жизнь. Помогают ему постигать и преодолевать, создают невидимую, но вполне ощутимую самим человеком жизненную опору. В свое время, когда мои ребята приходили из Афгана, а потом из Чечни, они приходили и сразу с вокзала ехали ко мне. И просто говорили, Николай Александрович, благодаря вашим урокам мы выжили. Когда молодые ребята там ради с нами, они не могли двинуться руками. Мы же действовали. А даже тот пример, что у меня очень много ребят служат в войсках ВДВ, это обновлено говорит. Даже сейчас, когда ребята приходят, уже взрослые ребята говорят, Николай Александрович, благодаря вот этому я обрел смысл жизни. Я понял, я легче добиваюсь своих каких-то целей. Вы вселили в меня уверенность, в духовную силу. Вы дали мне моральный стержень, который помог мне добиться. Любое занятие спортом, не обязательно в моей школе, оно человека дисциплинирует. То есть, если человек дисциплинированный, если он посещает любой спортивный, ходит он в тренажерку на полчаса, бегает он трусцой 15 минут с утра, обливается он холодной водой, я не знаю, самые простые. Это уже дисциплина. То есть, это человек сам себя что-то заставил. А человек дисциплинированный, он и в труде, и в каком-то бизнесе, я не знаю, у каждого своя судьба. Но, если человек дисциплинированный, если у него есть стержень, если он стремится к какой-то цели, то и в жизни, и в труде, и на работе где-то, и в бизнесе, везде, у него все будет получаться. Когда ребенок начинает тренироваться, он начинает себя преодолевать. Преодоление. Возникает вопрос, он его преодолел. Возникла сложность на тренировке, он его преодолел. Постепенно это переносится в жизнь. Причем это уже замечено. Если ребенок занялся спортом, но не ушел из него, потихоньку, помаленьку, у него начинаются улучшения в учебе, в чем-то еще. Это вызвано еще чем. У нас очень важно зрительно пройти маршрут. Глазами, прежде чем лезть, чтобы не терять силы, ты зрительно проходишь маршрут. Соответственно, работает зрительная память, работает память тела, активная память. Соответственно, все виды памяти начинают работать очень активно. А так как это комплексно, то, соответственно, ребенок, допустим, потренировав на скалолазании зрительную память, начинает в классе схватывать зрительно то, что ему преподаватель для него. Потом сосредоточение на каком-то маршруте, когда он идет, позволяет ему сосредотачиваться на том, что говорит преподаватель. Потому что, если он пропустил наставление тренера, как прохождение ключевого участка на маршруте, он теряет много сил и никогда не проходит из-за этого. Соответственно, уже начинает по-другому относиться к словам. Ну, вот я даже отметил, кто вот такой характерный, который не любит проигрывать, он и в жизни не любит проигрывать. Вот у меня все, кто лидеры самые, они практически, у них нет проблем с учебой. То есть, хотя две тренировки в день, они успевают и учиться, и на занятия ходить, и дома готовиться. И все у них, вот самодисциплина. И далее, во сколько у меня учеников заканчивали спорт, выходили в большую жизнь, ну, можно сказать, никто не потерялся. Люди научены дисциплине, самоуважению. И он не позволит себе потеряться в жизни. Если он характер на дорожке проявлял, так и в жизни будет. Понятие воли, как известно, имеет в психологии множество значений. Считается, что воля – это способность человека достигать сознательно поставленную цель, преодолевая при этом внешние и внутренние препятствия. Волевое поведение в этом аспекте предполагает целенаправленность, самоконтроль поведения, возможность поддерживаться в случае необходимости от тех или иных действий. То есть, овладение собственным поведением. Умение владеть своим поведением – важное качество зрелого, взрослого человека. Мы только тогда можем говорить о формировании личности, писал известный советский психолог Лев Семенович Выгодский, когда имеется на лицо овладение собственным поведением. Таким образом, человек, обладающий сильной волей, умеет преодолевать любые трудности, встречающиеся на пути к достижению поставленной цели. При этом обнаруживает такие волевые качества, как решительность, мужество, смелость, выносливость. И можно с уверенностью сказать, что такой человек всегда будет востребован. А я продолжаю двигаться дальше. Итак, традиционные уроки пути воина. Самое главное в возникших ситуациях на улице это соблюдение интимной зоны. У каждого человека есть своя интимная зона. Интимная зона человека это вытянутая вперед правая либо левая рука в болезнинстве от того, как он идет, как он шагает. Интимная зона это положение, в котором человек может среагировать на любой удар рукой или ногой. То есть предположим, противник приносит любой удар рукой прямой положительный. Я что-то могу среагировать на него? Могу среагировать как? Жестко, то есть если мне некуда смещаться, предположим, у меня сзади стенка, пошел, предположим, прямой удар. Я выставляю локрик, противник попадает пальцами и травмирует его. Если же мне есть куда-то уйти, например, назад, в защите дистанции предположим, покажи жесткий боковой удар. Правда? Дистанция очень тяжело противнику попасть из этого положения. Так и уходами в левую и правую сторону. Предположим, прямой удар я смещаюсь в левую сторону, либо я смещаюсь в правую сторону. Определение дистанции. Уход в левую сторону, уход в правую сторону, уход назад, уход назад. При смещении в левую или в правую сторону возбуждается одна из нанесений. То есть, нанесение продолжим правого прямого удара, уходя в сторону, смотрите, эта нога у меня остается свободной. Я спокойно могу нанесить короткие, но эффективные удары в область паха, вниз живота, лодковая хвость. То же самое при смещении на левую я освобождаю левую ногу, я спокойно попадаю в область паха. При наличии обуви, при наличии обуви, особой растяжки здесь иметь не надо, особых техник иметь не надо. При нанесении боковых ударов я могу просто окранить корпус назад, и точно так же провести удар в область паха. Так, далее, положение сбоку, то есть положение сбоку. То же самое, интимная зона, то есть если вы видите, что противник вам приближает, надо сохранять интимную надежду. В этом положении самое главное успеть убрать руку. Как правило, при положении сбоку, выносим удар в область лица, да, что надо сделать? надо очень быстро реактивно наклониться в сторону от удара. Вот таким образом противник уже не достает, да. Вытянув руку, он растягивает мышцы с живота, и даже легкое попадание в область печени может привести к болевому шоку. Самые серые руки, то есть противник наносит, я могу нанести удар в область паза, в область паза, либо в область корпуса бедра. Опять-таки, при наличии обуви, каблук, то есть если мы ее поводим, каблук, будет довольно-таки больно эффективно. То есть наличие растяжки здесь не обязательно, то есть обычный человек может выполнить эту работу. То же самое у нас с левой стороны, то есть самое главное это убивать голову. А положение сзади. Вы услышали, что сзади приближается противник. Не надо ждать, пока он подойдет вас, обнимите и не унесет куда-нибудь в гараже. Особенно где вас касается. Если вы услышали, что надо повернуться, но повернуться надо не таким образом и получить сразу кулаком подбород, а повернуться надо и посмотреть из-под локтя. Вот таким образом. На противник вы сможете нанести некакую удар в этот поливую силу. Из этого положения при сохранении вы слышите идет приближение к вам. Вам надо посмотреть и чуть-чуть уже все сзади приходит. Вы смотрите, увидели, что пошла атака. Да, из этого положения тоже самое. Надо все богу освечить, богу освадить, ударь, сзади, назад. Вот такая работа. Для того, чтобы работа была наиболее эффективной, надо запомнить, что развороты из положения сзади выполняются в одну сторону. То есть, если вы правшая, у вас сильнейшая правая нога, а не правая рука, то разворачиваемся всегда вправо. Если же вы решат, то разворачивайтесь слева. Чтобы у вас не было ситуации сзади, не сзади, ситуации сзади, вернусь в голове подставили, вы разворачивайтесь всегда вправо. То есть, у меня сильнейшая рука и нога правая, да, поэтому даже если левой рукой атака пошла, да, я все могу выработать правой ногой. Главная задача это убрать голову завтречу, прятать ее за локоть, за руку. Вот такое у нас положение. Тренировка есть сплиты, то есть делится все дело на одинаковые. Ну, если человек ходит три раза в неделю, соответственно, за эти три раза в неделю надо все проработать. Ну, можно разделить грудь, трицепс либо бицепс, можно спина, бицепс, тридцепс, плечи, ноги. Ну, вот мы сегодня рассмотрим вариант плечи-руки. Мне нравится начинать если этот вариант плечи-руки, то плечей. И почему вот смотрим, да, вот мы сюда, когда руку поднимаем, все что-либо делаем, у нас работает передний пучок и боковой, а задний, как боковой, он не работает, он отвечает от отведения руки. Мы в жизни это движение мало делаем, да, и соответственно рука имеет это гипертонус, а задняя дельта всегда отстает. Принцип успешной тренировки заключается в том, что начиная тренировку надо с отстающей мышцы ей и заканчивать. Соответственно мы начинаем с задней, так как она всегда у всех отстает. Нахи, лежа на скамейке. Этот вариант можно сделать просто в наклоне, вот таким образом. Как это разводить? Разводить надо до такого уровня, докуда поднимает плечо. Если пошел уже рывок или какое-то неестественное движение, то это уже соответственно неправильно и уже не попадает именно в заднюю дельту, а уже идет сюда, либо сюда, в спину, рядом, но не в нее. И самый главный момент, на что действительно надо обратить внимание, это на то, что рука вот она расслаблена, соответственно она вытянута. Вот мы ее напрягли, снова расслабили полностью. Кисть я не сжимаю, я не делаю вот такое движение. А вот у меня назад, два, три. Движение идет не назад, не сюда вот, а слегка вперед. Обычно я от своих клиентов спрашиваю, вы пиво пьете? Кто-то отвечает, да, кто-то нет. Так вот сегодня мы пиво не пьем. Кружки с пивом пиво выливаем. Вот кружка, пиво выливаем и пошли. Раз, два. И так вот. От 10 до 12 раз, 3-4 подходика по самочувствию. Это как воян, вообще болит спина или какие-то противопоказания. Можно ее вообще изолировать. Вот, мы ложимся, спина у нас отдыхает, она не получает никакой нагрузки. Мышцы заднего пучка растягиваются. И вот он. Раз, два. Я не дергаю гантелями, начинаю движение без рывка. Вот, спокойно. Раз, два, и так далее. у меня работает только задний пучок. А вот это неправильно. Когда локоть уже уходит назад, либо вперед, либо вообще вот так вот. Толку от этих движений никакого. Только устали и все. Также существуют варианты можно просто одной рукой наклонить. просто это здесь взять может гантель побольше, чем двумя руками. Это хотя с другой стороны одной рукой не сделаешь такого объема, как двумя. Вообще и часто люди задают вопрос, что лучше. Лучше и то, и другое. То, скомбинировать. На одной тренировке сделало и так, на другой тренировке по-другому. Чтобы мышца не привыкла, надо менять. Чем чаще мы меняем, тем быстрее мы достигаем желаемого результата. Самое сложное упражнение. Очень сложное. Но зато если их отточить, научиться делать правильно, это как кататься на велосипеде на всю оставшуюся жизнь. вот я руку держу не прямо, вот локоть тоже очень важен. Он слегка согнутый, но не так вот. Вот. Мы рисуем овал или что-ка. Вот это неправильно. можно также сидя рассмотреть раз. А здесь можно еще вот так вот. Работает во всех вариантах одно и то же, но работает по-разному. Соответственно работают разные волокна. чем больше волокон мы за тренировку и за неделю используем, тем эффективнее будет наша тренировка сами по себе. А вот мы сейчас рассматриваем задний пучок. Мы видим, что вот здесь явно его нет. И что человек получается вот он стоит. Плечи ушли вперед, гипертонус, грудная мышца развита, передний и боковой пучок развитый, все это перетягиваем вперед, слабая спина, заднего пучка нет. Это все если укрепить, здесь человек сразу становится другой. Сразу королевская осанка и вид совсем другой. Грудь расширенная, вот, уже, ну, другой человек с другими стволами, да? вот мы сейчас наша передача не на том, чтобы это накачать тупо большое плечо, да? А сферентировать нашу фигуру так, чтобы наши минусы превратились в наши плюсы. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. Удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...